Три аппарата искусственной почки на всю республику. Так начинала диализная служба 40 лет назад. Сейчас в Чувашии действуют два специализированных центра амбулаторного диализа. Перспективы развития этой области обсуждали на межрегиональной научно-практической конференции. Врачи-терапевты, нефрологи, специалисты гемодиализных центров Чувашии и соседних республик собрались в национальной библиотеке. Тема обсуждения – лечение пациентов с почечной недостаточностью. В России, по мнению специалистов, опасность этого заболевания недооценивается. Нет общей концепции. Регионы вынуждены справляться сами по мере сил. Надо отдать должность Чувашской республике, почему мы сюда с таким удовольствием приезжаем, потому что здесь очень адекватное понимание и руководства республики. Я готов порадоваться за вашу республику, потому что позиция Минздрава, позиция министра, она очень-очень нас радует. Позиция предельно проста – продолжать развивать в Чувашии диализную службу. На сегодня аппараты искусственной почки ежедневно помогают продлевать жизнь больным в Республиканской клинической больнице и в двух специализированных центрах в Чебоксарах и Канаше. Последний, кстати, был открыт совсем недавно, в августе этого года. На настоящий момент в Республике имеются все методы заместительной почечной терапии, которые вообще практикуются в мировой практике. То есть тот диализ, который проводится и в Соединенных Штатах, точно такой же диализ или генофильтрация проводится и в нашей Республике. Мест для пациентов хватает при всем том, что один человек проходит процедуру очистки крови на аппарате три раза в неделю по четыре часа. Все же врачи прогнозируют увеличение пациентов, поэтому уже сейчас говорят об открытии еще одного специализированного центра за счет государственно-частного партнерства. В перспективе компании планируют открытие города Новочебоксарска. Тогда у нас как бы система полностью выстроится. Имеются два центра, скажем так, государственно-республиканские. Ну и этот механизм трансплантации почек мы тоже развиваем. Сегодня все больше и больше наших пациентов получает высокотехнологическую помощь. Мы отправляем ведущие федеральные центры, которые занимаются именно трансплантацией. Дальняя перспектива республиканского здравоохранения – заняться трансплантацией почек в Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.